Друзья, всем привет! С вами Александр, Модсалон Моторчик. И сегодня у нас в обзоре, наконец-то, литровый квадроцикл. Это Haysan Tactics 1000. Это V-образная двушка с ломовой тягой. Посмотрим, что у нас, чем означается он штатно. Штатно квадроцикл поставляется с лебедкой, с тяговым усилием на 1600 кг. Силовой металлический бампер, очень крепкий. Металлическая багажная площадка. 14-дюймовые диски с резиной с 27-й. По протектору, в принципе, для грунта подойдет. Также у нас идет в штате защита рук, зеркала. Задняя багажная площадка. Задний силовой металлический бампер, что редкость для квадроцикла. Я имею в виду стандартное оснащение заводское. И фаркоп. Подвеска классическая. Многорычажка на А-образных рычагах. Также Хайсан нас радует тем, что ставят очень приятную подвеску. Со всеми регулировками возможными. Это преднатяг, отбой, сжатие. Что еще? Сиденье. Сиденье крупное, большое. Два человека здесь поместится с большим комфортом. Есть спинка пассажира. Есть усилитель руля. По размерам самого квадроцикла он достаточно длинный. Длина 2,5 метра. Ширина 130 сантиметров. Высота 125 сантиметров. Колесная база 1,5 метра. И клиренс 30 сантиметров. А вариатор CV-Tеч канадский. Давайте посмотрим пункт приборной панели. В принципе там все тоже классическое. Как и на всей модельном ряду Хайсана. Аналоговые приборы и информативный ЖК-дисплей. Который отображает выбранную передачу, время, температуру двигателя, бак, сколько там бензина, пробег. И режим полный привод и блокировок. То есть подключен ли полный привод, либо он на заднем. Включена ли передняя блокировка, либо нет. По баку. Бак здесь вместительностью 20 литров. Я думаю, что литровый двигатель будет достаточно быстро его съедать. Хотя тут смотря как будете нажимать на газ. Очень интересный, очень мощный, друзья. На самом деле всем советую на нем прокатиться. Попробовать что такое литр. Я думаю, что вам понравится. Поэтому приезжайте к нам в салон. Покажем, расскажем, посидите. Проведем тест-драйв. Убедитесь, что классная техника и литровый движок. Но это мощь. Всем пока. Спасибо.